Вкус настоящего хлеба сегодня, к сожалению, знаком далеко не каждому. Но те, кто хоть раз его пробовал, вряд ли согласятся продолжать употреблять в пищу аналоги из магазина. Примерно так и произошло в семье Ивана. Как-то раз его супруга попробовала собственноручно испечь бездрожжевой хлеб. Получилось не очень красиво, зато вкусно. Она сделала первый хлебушек, он у нее не поднялся совсем. То есть она не знала, как там. Она слишком густой замесила тесто. И получился кирпич. Ну, как бы я смотрел на него, есть его или нет. Потом все-таки решил попробовать. И когда попробовал, я такое удовольствие было есть хлеб, потому что ни с чем не сравнить. Первый неудачный эксперимент отбил у супруги Ивана желание продолжать это занятие. А вот молодой человек неожиданно для самого себя увлекся выпеканием хлеба. Конечно, и у него получилось все не сразу. Удачной оказалась лишь седьмая попытка. Но потом все пошло как по маслу. В основу хлеба, который выпекает Иван, входят очень простые ингредиенты. Качественная мука, питьевая вода, сахар, соль, растительное масло. В нем нет консервантов, разрыхлителей, дрожжей. Даже закваску для хлеба Иван делает сам. Ингредиенты мука и вода. И нужно в течение пяти дней ее подкармливать. Ну, в принципе, следить за ней. Подкармливать, опять же, добавлять муки и воды, больше ничего. И в течение пяти дней у нее заводится своя микрофлора, которая кисломолочная. Хлеб на основе подобной закваски вкусный и полезный. Иван выпекает черный, белый и серый хлеб, а также десертный с добавлением сухофруктов и семечек. На выпекание одной порции, которая обычно состоит из четырех буханок, уходит около шести часов с учетом того, что тесто должно подняться. Но Ивану не жаль времени. Наоборот, процесс выпекания хлеба доставляет ему, инженеру по основной профессии, удовольствие. Возможно, потому что в детстве он часто наблюдал за тем, как пекут хлеб его бабушка и мама. В свое школьное время я прожил в деревне. И у нас там в деревне всегда пекли хлеб. То есть мама пекла, бабушка пекла, одна, вторая. То есть я не знал, что такое пекут хлеб. Для меня это было странно. И я видел процесс, как происходит. Не так, что я там сидел, а вот зайду, покушаю, смотрю, делает мама что-то. Или на кухню что-то. Прохожу мимо. И оно мне как-то отложилось. Какое должно быть тесто? Мне было проще, чем моей супруге. Она до этого, когда не сталкивалась, делала только там. Пока выпекание хлеба для Ивана не более чем хобби. Ему нравится этим заниматься. А кроме того, он уверен, что его семья и друзья едят по-настоящему полезный и натуральный продукт.